Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения и руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома Всемирной организации здравоохранения в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит о определенной независимости и смелости руководства Всемирной организации здравоохранения. Как мне докладывает министр здравоохранения, у нас никогда не было проблем с организацией. Вы всегда делились знаниями, подсказывали не только в вопросах лечения людей, но и приобретения определенного оборудования, в общем, оказывали всемирную поддержку и помощь. Мы это видим и во времена пандемии. Наверное, это дорогого стоит, мы это очень ценим. Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости ковид. Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларусь мы уже достигли того пика, который был у нас раньше. Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы разобраться детально по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от ковида. Я абсолютно поддерживаю Всемирную организацию здравоохранения, прежде всего руководство ВОЗ, в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок, имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами, особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь, и если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастье, ничего не получится. Надо вместе в 7-7,5 миллиардам населения преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю. Господин Клюге, я также благодарен Всемирной организации здравоохранения за ту поддержку, которую вы оказываете Беларуси в лечении не только ковид, но и других болезней. Не надо забывать, что у нас люди болеют и в гораздо большем объеме по другим заболеваниям, нежели нынешняя пандемия и ковид. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации. В связи с этим я хочу, чтобы вы передали мои самые теплые слова благодарности Гебреису и другим руководителям Всемирной организации здравоохранения за ту колоссальную поддержку, которую вы оказываете всему миру, в том числе и Беларуси. Спасибо, господин президент, за возможность встретиться с вами. Для меня это очень важный момент. Главной целью для меня является возможность поднять наши отношения на качественно новый уровень. Этим утром сегодня с министром здравоохранения мы подписали план на очередные два года, каким образом мы активизируем наше сотрудничество в медицинской сфере. И я действительно согласен с вами, что это момент возможности, потому что сейчас министр здравоохранения Беларуси входит в исполком нашей организации и может повлиять на глобальную структуру организации в целом. Как вы правильно заметили, здоровье должно находиться выше политики. Это моя главная цель, которую я практикую в своей работе.